Хочу поблагодарить человека, который написал мне саундтрек для этого видео. Last Astral. Ссылки на её YouTube и Telegram каналы я оставлю в описании. А вы, пожалуйста, перейдите по ссылкам и скажите ей что-нибудь приятное. Серёжа, пусти меня, Серёжа, мы с тобой договаривались на совместное видео. Ну же, открой дверь. Отлично. Здорово. Как ваше ничего? Вот у меня всё отлично, как минимум из-за того, что прошлое видео уже в первую неделю собрало целых три тысячи просмотров. Для моего канала это очень большая цифра, потому что обычно мои видеоролики в среднем, ну, собирают 200-300 просмотров. В худшем же случае 100-150, а тут целых три тысячи. Растём, растём. Сегодня я хочу обсудить тему Крипипаст. Да, я понимаю, что их разобрал каждый второй. Поэтому я решил их рассмотреть через призму времени. Только я буду делать это не один, а с человеком, который довольно прошаренный в этой теме. Сергей, прошу. Всем привет, друзья. С вами Серьёз 168. И для тех, кто меня не знает, я фанат Крипипаст, хорров, страшилок, а также веду свой маленький канал по данной тематике. Доктор, у меня Бусти не встаёт и не работает. Пациент, у вашего Бусти импотенция. Что ж мне делать? С песеном, бля, поиграй. Ну ладно, пациент, я не буду больше для этого обешутить и просто скажу, что надо принять курс таблеток. Принимать один раз за ролик. Только один. И как только ты его принимаешь, твои подписчики узнают, что у тебя классный контент на Бусти. Что ты там рисуешь хентай. Что ты там выпускаешь ролики чуть раньше, чем на Ютубе. Хоть не до конца готовые, но в принципе довольно-таки интересно, потому что что-то всё-таки может вылететь на финальном монтаже. Так что пейте бой, дорогой пациент. Сделаю небольшое отступление для людей, не знающих, что же такое крипипаста. Я объясню. Крипипаста это некая история, которую написал один пользователь, а прочитавший её, будет эту же историю распространять по интернету. Также с крипипастой может идти её экранизация. Смертельный файл. Если вкратце, то это какая-либо информация, которая по истории должна причинить некие физические или психические увечья человеку, который как-либо контактировал или просто посмотрел на данный файл. Такс, ну с терминологией разобрались. Теперь можно переходить к основной части данного видеоролика. Для этого видео мы взяли три крипипасты, которые мы заставили каждый в своё время. Думаю, стоит начать с какого-нибудь, ну, смертельного файла. SuicideMouse.iv это небольшая крипипаста о странном эпизоде Микки Мауса, если быть точнее, о его смерти. Этот эпизод начинался с экрической анимации ходьбы мышонка по городу под странную, даже жуткую пианинную мелодию. Со временем город на фоне разрушался. Мелодия сменялась сначала тишиной, а потом истошными криками то какого-то мужчины, то женщины. Со временем лицо Микки искажалось широкой улыбкой и безумным взглядом. Его ноги двигали всё быстрее и... Микки умер. Судя по выпавшему шприцу, он умер от передоза. SuicideMouse. Одна из первых крипипаст, на которую я наткнулся. Помню видео не где-либо, а в ВК, потому что кто-то решил добавить данный ролик к себе на страничку. Мне показалось это интересным, и я кликнул. На тот момент моя детская психика, может и была закалена различными хоррорами, но не интернет крипи контента, поэтому я реально испугался. Более того, потом мне попадались различные версии этой мышки, в одной из которых был даже текст в конце. Визирование ада приносит своих телезрителей назад внутри. Вообще не знаю, что я имел в виду, но ещё в той версии кто-то шёл прямо на камеру. Какой-то силуэт. Это даже было страшнее оригинала. И да, на это всё не закончилось. Позже, может спустя годик, я наткнулся на игру по этой крипипасте. И я сыграл в неё от силы минуты 2-3. Суть там была в том, чтобы собирать какие-то ягодки и не собирать листочки. И сначала всё ок, весёлая музыка и так далее. Но если ты собираешь эти листики, то на миг появлялась страшная фигура, после которой я сразу же вырубал игру. Но, как я знаю дальше, музыка становилась ужаснее, скримеры появлялись чаще, и в конце концов игра могла просто вылезть. Смотря на это уже со стороны взрослого и прошедшего времени с момента первой встречи с этой пастой, она всё равно меня напрягает. Да, может не пугает, но мне точно дискомфортно её смотреть. Вся эта музыка, цикличность и напряжение на меня всё ещё работает, не говоря уже об игре, в которую я бы даже сейчас не рискнул бы зайти. И, как мне кажется, на тот момент замысел с потерянным эпизодом и история об авторе этого эпизода была хорошей, по крайней мере не избитой, как это выглядит сейчас. В моём же случае, эта копипаста была уже далеко не из первых. Насколько я помню, увидел её то ли на канале Снайкса, то ли просто где-то в ленте Ютуба. Причём самое забавное, что я сначала увидел именно её какой-то разбор, а уже потом я увидел саму экранизацию. Меня также пугала цикличность данной анимации своим нагнетанием, да и звуки этих криков, жуткая улыбка Микки Мауса. В общем, я тогда не смог её досмотреть. Когда же я пересмотрел эту крипипасту сейчас, а именно версию от Горикса, то могу сказать, что работа проделана неплохая. Хорошая анимация, да и в принципе неплохой визуал. Звук взят из другой анимации по той же крипипасте, которую я тоже посмотрел, и знаете, она неплохая, хотя уровень анимации значительно ниже. Кстати, возможно, вторая анимация, про которую я сейчас сказал, ну и с которой взят звук, была первой, потому что именно она указывается на Викифандоме. А что же сейчас с данной пастой? Ну, конкретно, в 2024 году ничего. Но если взять период с 2021 по конец 2022 года, то можно увидеть Friday Night Funkin', а если быть точнее, то два очень популярных мода. Хоть они и были довольно качественными, но, как вы понимаете, страшными они не являются. Помню даже в своё время делал Мэшап с одной из этих песен. Это самое первое изображение с Херабрином. Старый Майнкрафт с кислотными текстурами. Какой-то холм, туман, в котором стоит некая фигура игрока. Недавно я создал новый мир в одиночной игре. Поначалу всё было нормально, но когда я начал рубить деревья и крафтить верстак, я заметил, как что-то движется в плотном тумане. У меня слабый компьютер, и мне приходится играть с низкой дальностью рендера. Я подумал, что это корова, и погнался за ней в надежде собрать немного кожи для брони. Это оказалось не корова. На меня смотрел другой персонаж со стандартным скином. Но его глаза были пустыми. Именно не появилось, и я дважды перепроверил, чтобы убедиться, что я не в многопользовательской игре. Он не стал долго ждать, посмотрел на меня и быстро убежал в туман. Есть любопытство, я погнался за ним. Но он исчез. Это был отрывок из оригинальной Крипипасты, которая была написана где-то в августе 2010 года. Господи, эта Крипипаста младше меня всего на полтора года. В будущем история Херобриня приобретет новые детали. Мол, наша Белоглазка не просто некий игрок или сущность, а мертвый брат разработчика, который пугает игроков с помощью неких посланий через таблички или старые структуры, будь то туннели в шахтах, ну или же пирамидки, или даже деревья без листьев. Херобрин это та Крипипаста, которая реально мне нравится до сих пор. Хоть и не пугает, но нравится. Как минимум из-за того, что я очень сильно люблю Майнкрафт. Мало того, что саму по себе игру можно превратить хороший хоррор или дарк фэнтези, а если еще и Херобрина добавить, то вообще конфетка. О да, Херобрин, это самая пугающая тема, которая со мной случалась. Помню, мне друг, с которым мы много засиживались в Майне, мне рассказывал о нем, и как мы пытались его искать. Конечно, ничего не увенчалось успехом, но страшно было, дай боже. И ладно бы, если мы просто пытались искать, не нашли и забили бы, но нет. Потом еще года два, мне было тупо страшно играть в Майн в соло, потому что, ну, как вы знаете, в пещерах иногда могут проскальзывать очень неприятные звуки, и на каждом таком звуке я представлял, что Херобрин будет стоять сзади. Я не знал, чего ожидать, и поэтому мне было очень дискомфортно от этого. Про заснежный биом я вообще молчу, в этом тумане ты чего только не увидишь. Потом, конечно, я узнал про мото Херобрина, и там уже все страхи начали воплощаться. Но когда ты уже реально видишь его перед собой, когда ты от него убегаешь, или как-то взаимодействуешь, весь эффект пропадает. Ты понимаешь, что все это чушь, и в обычной игре уже становится не так страшно. Все потому, что, во-первых, ты представляешь, как будешь действовать, если его увидишь, а во-вторых, ну, его тупо не существует без мода. Так весь страх и пропал. Сейчас уже, конечно, я не боюсь его, уже давно. Майн для меня до сих пор остается той самой ламповой игрушкой, в которой я захожу чисто поотдыхать. И никакие мобы меня-то не пугают, что реальные, что выдуманные в интернете, но как ривипасту, я ее люблю до сих пор. Я солидарен с Мением Сережа. Я все-таки так же люблю Херабрина, но, естественно, никогда его не встречал. Хотя помню, как я раньше мог поглощать горы контента от тех же жутких или эпичных историй про него. Так и школу монстров. Кто-то еще помнит этот кукош. Сейчас же о крипипасте хоть и осталось живых, но уже в форме некоторых расследований, или диджитал-хоррора. Даже ARG какие-то были. Ну и куда же без FNF-мода. А ведь ему уже около двух лет. Мне нравится, что данная история за 14 лет своего существования до сих пор вспоминается и как-либо дополняется. И, возможно, даже пугает уже новое поколение детишек. Блин, представьте, если бы Херабрин был реальным человеком, то мало того, что он бы уже пошел в седьмой класс, так еще он был бы старше моего друга Изи Ботика. Пиздец. Кстати, ссылка на него будет в описании. Он маленький ютубер, но интересный. Думаю, в будущем что-то будет. Советую подписаться. Ну и напоследок я взял еще одну любимую Крепипасту. По данной истории я рисовал ту его кучу артов и даже несколько анимаций, но об этом чуть-чуть попозже. Если брать саму историю жуткого Соника, убивающего своих друзей, то я могу прискать ее по памяти. Смотри. Как-то безымянному герою друг присылает некий диск с запиской. В ней было написано, мол, не открывай игру, иначе ты умрешь. Тут наш ГГС смотрит уже на сам диск и видит надпись sonic.exe. Ну и конечно же, наш Чувырлов вставил диск в свой компьютер. Ведь он true fan Соника. А потом он уже видит весь трешак в игре и его убивает наш синий юр. Конец. Не, ну, безусловно, я пересказал историю без каких-то деталей. Описание геймплея, где там сначала Тейлз натыкается на мертвых зверушек в Гринхиле и в Соника и умирает. Потом там Наклз тоже там в каком-то подобии chemical plant с небом и с орда спидовой плохого будущего. Ну, конечно же, там кровь, кишки, мясо и Соник. Ну и я в каком-то неком, блядь, подвале или что это, и херное. Короче, вы поняли, что историю я запомнил хорошо. Хотя я и услышал о ней ну, где-то лет 5 назад из одного видео от Соло Рейна. Кажись, это был какой-то то ли обзор игры, то ли просто видос по теме. А может, я о нём узнал уже когда-то ещё раньше, но я плохо помню. Соник Экзэ. Да уж. Третья крипипаста, которая захватила мою разум. Наткнулся я на неё на ютубе, когда кто-то решил визуализировать эту пасту, о которой я тогда даже не знал. Это был геймплей игры по Сонику, которая на первый взгляд была обычной игрой. Но тогда я заметил, что можно было играть за Эггмана, который, ну, как бы, злодей. Это меня и заинтересовало смотреть дальше. Смотря видео, начали появляться шумы, уровни превращались во что-то страшное, и тогда до меня начало доходить, что что-то не так. И самый страх был тогда, когда Тайл сбежал, как обычно, а его начал преследовать Соник. С красными глазами. Это было очень страшно. И дальше я просто прокликивал видео, потому что просто не мог выдержать такого напряжения. Помню, один из кликов вышел на огромное лицо Соника на весь экран с текстом И на этом я просто закрыл видео. После этого старался не включать ничего связанного с Соником, потому что я просто боялся, что любой геймплей окажется с каким-либо скримером. Шли времена, и уже год-два назад мне он опять начал попадаться на глаза. Я решил изучить всю пасту, связанную с этой игрой. И удивился, когда узнал, что изначально это был просто текст с историей, и только потом фнаты решили уплотить ее в игру. Как и текст, так и игра у меня вызывает приятное чувство ностальгии и легкого страха, который я все еще ощущаю при просмотре любого видео, связанного с Соником. Но есть то, что меня даже удивило. По нелепой причине авторы сайта Крипипаста Фандом решили убрать эту историю по причине плохое качество истории, что меня поразило, потому что Соник и КЗ уж очень популярны, и это главный показатель хорошо ли получилась история или нет. И на этот мув автор пасты решил объявить войну фандому, призывая всех рисовать еще больше артов, делать еще больше игр и роликов по Сонику, и всячески, видимо, завоевывать скрипи-пространство. Получилось с него или нет, я не знаю, но надеюсь, что когда-нибудь скрипи-фандом вернет эту классическую историю к себе на сайт. Как я уже говорил, Соник и КЗ это моя любимая крипипаста, которая сначала меня пугала, а уже потом она для меня стала неким героическим противостоянием души Соника и того демона, который захватил его же тело. Эй, что ты меня так смотришь? Хоть я и демон, но ничего дело захватывать не умею. Так что, хватит мне так плядиться. Так, а что это я? Кхм. Я уже говорил, что я раньше делал много контента по данной копипасте. Так вот, это были ремиксы, слэш, маршапы на FNF. Естественно, я сам делал кривизуалки, будь то арты и анимации. Кривые, да. Не, ну даже Сындук подмечал качество данной модификации. Соник прямо на нас! Валим, Кобяков! Итак, сколько обновлений и ремейков и другой фандомной дичи было по этой фандомной дичи. Извините эту автологию, но без неё в данной ситуации просто никуда. Так мало того, что было много модификаций с Соником, так ещё и его версий, самого этого жуткого Соника было много. Они могли быть основаны как на старых пасхалках из оригинальных игр, комиксах или просто какая-то авторская самодеятельность. И знаете, одна из таких мне очень даже понравилась. Не то чтобы она меня напугала, но мне нравится само появление этого нечто. Просто посмотри на его появление и ты сам поймёшь. мне мало того, что нравится его голос, так ещё и автор этого реврайт Соника создал то ли игру, то ли просто геймплейный ролик, якобы показывающий его творение. Также по Сонику делались и VHS-хорроры, тот же Нидлмаус. Кстати, это название произошло от одного из ранних концептов Соника. Самое забавное, что как таковых диджитал хорроров по Сонику я не нашёл, разве что игры, которые налегке могут взаимодействовать с вашим компьютером, будь то создавание текстовых документов, папок или допфайлов. А, ну и как же без детского блять контента. Подводя некие итоги, я хочу сказать, что истории про потерянные эпизоды уже не пугают, но и смертельные файлы тоже сейчас не то, чтобы уж часто появляются. Но если они это делают, то уже не так широко, как те же лет 7-10 назад. Лично я уже стал время некого спада крипипаст. В моё время уже были более популярными разного рода инди-хоррора. На самом деле я удивлён, что про того же херобрина вспоминают до сих пор. А ведь этой крипипаст уже 14 лет, а тот же Sonic X, который был написан в 2011 году, 13 лет назад. Блин, а ведь уже есть люди, которые младше этих двух крипипаст и ходят в школу. Они её скоро закончат. Вот 7-й класс получается. Хоть я подробно и не углублялся в сами пасты, ну просто потому, что я больше хотел посмотреть на эмоции, которые испытывал я и мой гость Серёжа. Но если вы тоже в детстве как-либо натыкались на какие-то крипипасты, то пишите об этом в комментариях, я обязательно прочитаю. Ну и возможно даже отвечу. Не забудьте подписаться на мой бусте, телеграмм, ну и конечно же ссылка на канал Серёжа будет в описании. Прощай зритель и помни, что мы увидимся в интернете. Субтитры